Праздник Пятидесятницы Праздник Пятидесятницы Мы с вами говорили о том, как церковь себе представлял сам Христос, какие признаки ее он отмечал в Евангелии, в своих словах, в своих речах, в проповедях к апостолу направленных. Но вот сегодня хочется поговорить о современном состоянии церкви ввиду того, опять же, о чем мы говорили с вами в прошлой нашей передаче, что, к сожалению, представление о церкви слишком искажено. Или, так скажем, слишком большая каша в головах у людей, потому что часто, действительно, как вы отмечали в прошлой беседе, церковь – это здание, купола, кресты, церковный магазин, где можно заказать определенный набор церковных услуг, повенчать, осветить, помолиться и так далее. Некоторые представляют себе церковь именно как жестко сформированную иерархию в лице патриарха, митрополитов, священников и так далее. И себя при этом абсолютно дистанцируют и вычеркивают из церкви. И некоторые, собственно, рисуют себе церковь как некий образ, нарисованный газетами, журналами, интернетом, телевидением и так далее. Так вот, первый наш вопрос, с которым мне очень хотелось сегодня начать, это, собственно говоря, вот эта вот идентификация церкви. То есть очень сложно ее идентифицировать, потому что церковь – это общество в обществе. Еще раз повторю то, о чем говорил в прошлый раз. Если я захожу в кабинет к врачу, или если я прихожу на телестудию, меня встречает верующий, крещеный режиссер, то, соответственно, это все церковь. Я в полной мере не могу говорить о том, что церковь отделена от государства, и это общество в обществе. Вот встает вопрос, что же есть церковь, чтобы ее не смешать, экклесиологию не смешать с социологией, да? Что такое церковь? Ну, вот прежде чем сейчас начать отвечать на вопросы и обсуждение ее включать, хочется также немножко продлить те мировоззрения, которые люди представляют. Каждому из нас свойственно испытывать некие страхи, какую-то боязнь, непонимание, как бы меня не поняли, как бы не подумали, что я какой-то странный, проявить какую-то, возможно, как многие понимают, через свою мнимую гордость, слабость, и, в общем-то, зайти в храм. А если и зайти, то чтобы меня встретили там, что ни на есть ковровой дорожкой, там, и всеми почестями. Но, как правило, бывает, что люди приходят в храм не на службу даже, например, а просто между течением своих действий, там, путей, дорог, как уж пришлось. Зашли в храм, помолиться, купили, ну, да, знают, что свечку надо, как молитва, как рвение и грение души пред Богом. Купили свечку, идут с этой свечкой, и тут, нате, на дороге им встречается бабушка. Понятно, что мир такой, что многие, там, не знают, не представляют и не хотят, возможно, там, пришла женщина и в штанах, там, и без головного убора, то есть, там, и вольно, и открыто, как бы, вот, я проходил мимо и зашел. И умудренная, скажем так, бабушка, видя со своей колокольни, начинает ее всячески жорить, там, ух ты какая, бессовестная, и в штанах, там, наглянка и голая, и то, и то, и то. И весь свой порыв, ну, своего понимания выливает на человека. И это ему становится некой преградой. Как так, что мне и что-то сказали, и как-то меня и поучили, и меня, там, заставили, и обругали. Но всегда нужно понимать, что все мы люди, и каждый, да, не всегда мы выражаем свои мысли, свои стремления как-то правильно, как-то, как хочет другой человек. То есть, вот, через свою гордость, сами себя, что называется, обманываем. Ну, ведь не просто же так она говорит. Есть, значит, и в этих словах какой-то смысл. Значит, надо это просто подумать, обдумать, расценить. То есть, многие такие вещи становятся определением церкви, что есть сейчас. Но не определением действительности, для чего церковь нужна, что, какие она преследует цели в обществе, для общества и самим обществом. Также часто, в основном, люди приходят в церковь, обращаются к Богу, когда что-то плохо. Жизненная ситуация, проблема, болезнь какая-то, да, все что угодно, много чего происходит. И только в тот час, когда уже, кажется, нет помощи, нет никакой-то надежды, ну, вот, вспоминают Бога. Забывая о том, что с Богом мы должны жить и в радости, и в печали, во всем славить его, в том видеть и смысл, в том видеть испытания, в том видеть проявление божественной воли, которая через это что-то и мне откроется, и через это что-то мне покажется. И следуя этому, следуя этому испытанию, следуя по заповедям, по стремлению к Богу, я и выхожу из ситуации, что называется. Так вот, это зачастую мы забываем, а мы хотим видеть в церкви то, что мы видим, то, что мы, так как мы говорили, там, образ СМИ, в образе там какого-то, сейчас у нас часто что-то случается, там, если или священнослужитель, там, или что около церкви, или на территории церкви, и сразу всех собак спускает, вот, ага, вот оно, истина, это лицо. Не забывая о главном, что есть церковь, к чему она подвигает и себя, и народ, и что это все едино. И человек приходит со своей проблемой разрешить эту проблему, но и говорит там, что-то случилось, какая-то неприятность к церкви, простите, какой-то эксцесс, и начинает, а куда же смотрит церковь? И хочется задать вопрос, а ты же часть, как мы сейчас говорили, единая, ты же часть этой церкви, куда смотришь ты? Какие твои стремления, какие твои понуждения себя на изменение этой ситуации? Ведь мы все всегда видим проблему. Ну, хорошо, раз мы решили немножечко апофатично определить церковь, то есть церковь не, то есть что не церковь, тогда я бы тоже вот подхватил бы и сказал бы о том, что, ну, этот вопрос я тоже хотел бы сегодня и вам задать, и может, ну, я его и задам, собственно, как вы это видите, чего современный мир ждет от церкви, современное общество ждет от церкви. Но, опять же, вот, если уж я этот вопрос задал, и хочется на него самому в том числе попробовать ответить, у меня есть ощущение, что очень серьезный крен в понимании церкви, в ее функционале, в понимании ее функционала. И очень часто люди, собственно, себе неправильно представляют функцию церкви, считая, что функция церкви – это исповедническая, да, вероисповедническая, тогда начинается, собственно говоря, догматизирование, тогда начинается передел сфер влияния, где заканчивается православие, начинается католицизм, где заканчивается католицизм, начинается протестантство. Другие считают, что основной функцией церкви является миссионерство. И здесь тоже есть очень серьезные перегибы, перекосы, когда, собственно, опять же, выстраивается определенная иерархия, дистанция, по которой вы глупые, я вам расскажу как надо, а я вот умный. Другая функция церкви часто воспринимается как некий образец, пример некой этичности, нравственности, моральной жизни общества. И, собственно, поэтому у нас огромная часть, там, либерально настроенная часть общества постоянно возмущается, а как же так, там, в церкви, там, вот это есть, вот это есть, и бабушки, там, недобрые, и священники не всегда, там, скажем, глубоко верующие, проповедующие, и так далее, и так далее. И вот тут они на мотоциклах разбиваются, и вот тут у патриарха часы, и вот тут у патриарха... Это как раз происходит ввиду того, что себе церковь, как некий образ церкви, нарисован совершенно неверно. То есть церковь, оказывается, это нечто тождественное морально-нравственному закону, хотя это мы уже и в прошлый раз с вами говорили, еще во времена апостола Павла было не так. И апостол Павел не только галатов, да, французов, галов обличает, но еще и обличает, по-моему, колоссаем послание, где он говорит, что разве у вас нет домов, дома ешьте, чего вы приходите в церковь для того, чтобы поесть? Кто причащается недостойно, от того, собственно, он часто болеет и умирает. То есть все эти явления были изначально, но у нас произошел крен. Мы себе вот нарисовали такой образ церкви. И есть еще один, наверное, образ, образ такой психотерапевтической лечебницы. Когда к батюшке идут, а лучше сказать, вот вы, отец Михаил, слишком молодой, вы, отец Сергий, слишком неопытный, мне нужен старец. Вот, начинает искать вот седовласых старцев, который бы давал бы стопроцентные рецепты какого-то счастья и так далее, и так далее. Вот, какие-то четкие директивы, что нужно делать, куда идти. Слегчилось что-то за секунду. Да, и при этом при всем как раз уходит образ церкви, как собрание людей. То есть это становится такое индивидуализированное, вернее, это общество из индивидуов собранное. Я пришел решить свою личную проблему, мне нужно прорваться к старцу. На всех на вас, мне, в общем-то, дела до вас мне нет, и на всех на вас мне плевать. И вот когда мы так апофатично, да, определили, что не есть церковь, то есть никто не говорит, что не должно быть миссии. Никто не говорит о том, что мы не должны стоять за догмата, да, то есть держаться в чистоте вероисповедания. Но тут очень важный момент, что если мы вспомним все вселенские соборы, когда, например, ересь провозглашалась ересью, то тут же прочитывалась анафема. То есть суть-то не в догмате была, а суть в том, что человек этот не может быть причастником тела и крови Христа. То есть он отлучался от причастия, от евхаристического общения. И вот тут, мне кажется, мы как раз, да, с вами подходим к тому, что на самом деле есть церковь. Что это? — Господь оставляет нам главное таинство воссоединения с Божеством, таинство евхаристии, да, воссоединение с телом и с кровью. Как сказал Наталья Вечер, «Твои все мои воспоминания, я буду с вами». Вот краткая и все объясняющая тема слова. Мы воссоединяемся с Богом и воссоединяемся все вместе, в общности, в единое целое. Все проблемы нас, как общества, как церкви, есть общие проблемы. Соответственно, не персонально мы должны решать свои проблемы, а проблемы друг друга. Видеть эти проблемы, понимать в реалиях нашего мира. К сожалению, они разные. Сейчас много у нас говорится о том, что все твое, потребляй, ешь, ничего не отдавай миру, все для тебя. Вот здесь вот, что называется, становимся каждым «я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я». Опять-таки та самая гордость, которую мы в прошлых передачах вспоминали, которая уничтожает человека, уничтожает наших прародителей, уничтожает первого ангела, уничтожает она и нас сейчас. «Я хочу, у меня проблема, дай мне решение, дай мне заботу». Но своих усилий прилагать к тому не всегда мы хотим, не всегда мы понимаем, что должны. Проблема, значит, должен помочь. Кто помочь? Ну, церковь. Бог должен помочь. Забывай о том, что ты есть та же самая церковь, и, соответственно, знание ее, благодать ее, которой ты питаешься, и решает твои проблемы. Главное, чтобы ты соизмерил себя жизнью церкви, почувствовал себя жизнью церкви, и, значит, приходил к главному. Таинства церкви даны человеку. Не, как часто люди понимают, ну, зачем мне причащаться, исповедоваться там или еще что-то. Я же не собираюсь умирать. Так все для живых, для нас сейчас, чтобы в наши силы, в наши борьбы, в наши изменения. Такое Таинство Евхаристия, то, что воссоединяет нас с Богом, дарует нам силы духовные и физические на борьбу с грехом, на борьбу с нашими страстями, неправильностями, для понимания их в себе, для видения их в себе, а, значит, и для проявления борьбы. Так вот, если я соизмеряю себя с церковью, являюсь частью церкви, испытываю и использую это на своем опыте, то тогда и вопросы-то мои, что называется, со временем, какие были, я уже их не задаю, так как они мне становятся явными. Все, что я вижу, все, что я слышу, все, что я чувствую, стремясь, разрешается во мне, разрешается из общения и со священником, и с людьми, зная общие проблемы, зная общие, то есть с кем-то это уже было так или иначе и будет. Так вот, этот опыт, так или иначе, принимается, дается, а значит, и разрешает ситуации нас, всех обращающихся. Главное, главное запомнить каждому из нас, что не считать себя личностью, которой все должны. Церковь, есть общество, соответственно, церковь есть, как мы говорили, собрание, а каждое собрание предполагает некий, ну, как я говорю, общак, общак, да, в который я не только должен пойти и забрать, дай мне, но и отдать часть себя и свой опыт, и свои знания, и свой труд, и свои возможности, дабы вся, дабы она процветала. Это единый организм, который и питаться, и развиваться должен от каждого. Ну, в общем-то, здесь вот как раз, наверное, самый важный образ – это образ тела Христова, то есть недаром мы говорим о том, что церковь – это тело. И как тело человеческое состоит из множества-множества клеток. Собственно, тело Христова состоит также из клеток всех тех, кто ее наполняет. Всех членов церкви, то есть каждого из людей. Глава церкви есть Христос, но состоит из множества всех нас. Так вот, мы… Голова думает и дает знание и импульс каждому своему двинуть рукой, посмотреть, повернуться. Также мы должны обращать… Понимая то, что мы часть церкви, мы должны взирать на небо, на Бога, что Он говорит, что Он думает, какой Он импульс посылает мне, чему я должен быть ответен. Если вот хочу, что там, взять книгу, голова мне говорит, надо протянуть руку, раскрыть кисть и взять ее. А рука не хочет этого делать. Соответственно, я и не возьму ее, и не познаю, что там написано. То есть я… Она противляется власти Божией, да, то есть власти головы, то, что является силой всего организма. Так вот, из этого исходя, мы видим, что церковь, в первую очередь, есть единение людей в Боге. В первую очередь. Но вот тут вот встает, конечно, вопрос, который бы нам задал, может быть, человек со стороны, с улицы. Говорит, вот вы говорите о единении, но по факту-то этого единения нет. Или тоже очень, ну, как-то достаточно часто, не могу сказать часто, но достаточно. Я слышу вопрос, а почему вот каждый приход, каждая приходская община как-то вот обособленно вообще живет, то есть она вообще непроницаема, попасть туда очень тяжело, и если ты там приходишь с одного прихода на другой, то, ну, этот переход тоже тяжелый иногда достаточно. Да и, в принципе, нет некого конгломерата общин, нет вот ощущения, что это все христиане. Есть вот у каждого прихода, есть ощущение, что мы христиане, а все остальное, все за пределами нашего прихода, это кто-то, кто угодно, но только не Христов. Вот мы самые христианские христиане этого мира. И, в принципе, ведь мы тоже так часто обсуждаем. Не впадать, мы сейчас ни в коем случае, для наших телезрителей поясняем, я не впадаю в экуминизм, да, не стремлюсь объединить все христианские конфессии, вот, и все, в принципе, религиозные конфессии. Но очень важно понять, почему, например, для нас нет ощущения, что где-то в Александрии тоже христиане, где-то в Константинопольском патриархате тоже христиане. Вот по какой причине этого единства нету сейчас? В какой момент, может быть, это разрушение этого единства началось, на ваш взгляд? Ну, говоря о единстве, наверное, не все так, да, обыватель так может сказать, но ведь все едины в Боге, но мы все различные, наши физические вещи нас делят и расстояниями, и какими-то своими пониманиями. Церкви развивались там, да, Запад и Восток, когда так или иначе начали более близко уже общаться, поняли, что различия и в богословии, и в обрядовой деятельности. То есть церкви развивались как бы на своих местах, так или иначе. Зачастую нет также у любого обывателя возможности там поехать там в Твужу Александрию, там, да, как мы говорили, и посмотреть, как там служат, что там делают. Но все знания это о Боге, едины и у всех, и всюду. И как говорит Господь, там, о молитве даже, да, где двое соберутся во имя Моя и просят, и то им воздастся, то случится, то будет с ними. Вот, так вот, вся молитва, единение происходит в молитве, в общении с Богом. Все цели, скажем так, у христианта едины. Там, один не молится там о мире, а другой молится там только о чем-то там. О войне. О войне, например, да. Не бывает такого. Все молятся о единении, о взаимопонимании и взаимопомощи. Соответственно, все цели, какой бы то ни на есть, по местной церкви, там, или в отдалении друг друга, даже просто паиходов, как мы вначале говорили. Все цели едины. Соответственно, нет никакого разделения, но есть разделение, наверное, в наших головах, когда мы вот считаем, например, свой храм, куда мы ходим, где мы живем, знаем вот этого священника, пытаемся, наверное, внутренне себя, то есть вот это мое, вот здесь вот, да, с этим я согласен, здесь я живу, этих людей знаю, а вот там уже, наверное, там не знаю, что я будет, там не знаю, какие уставы, там устои, не знаю, что мне скажут, опять-таки, я, возможно, этого боюсь. И уже, что называется, сам себя пытаюсь как-то замыкать, вводить в какие-то рамки, забывая о том, что церковь едина, что церковь Бог, что спасители, Бог есть центр каждого, каждого прихода, каждой церкви, поместной, в отдалении. И, соответственно, и цели, и стремления, и желания, и прошения, все едины. Но только же самому себе объяснить, что это едино, а не считать нечто там, что поодали меня, уже не мое. Это объяснение и работа человека, каждого, в первую очередь, над собой. Наверное, правильнее вот так сказать. Потому что каждый понимает, даже в одном приходит, задают тебе вопросы, зачастую хотят слышать ответы, которые есть в голове. То есть он тебе задает вопрос, но в смысле уже, что ты подтвердишь то, что он думает. И когда это как-то идет в разы с его пониманием, с его мировоззрением, возникает, кажется, внутренний какой-то конфликт. А я не так считаю, а почему так? Наверное, вот это вот наши внутренние собственные проблемы. То есть вот если немножечко резюмировать, правильно ли я понял, и для наших телезрителей, сфокусируемый взгляд, вся проблема для современного человека вообще, и для современного христианина в частности, во-первых, то, что мы не можем признать, что другой может быть другим, что сталкиваясь с другим человеком, это не наш клон, не наша вторая ипостась, не наша эманация, а что это именно другой человек со своей историей, с биографией, со своим мировоззрением, со своим воспитанием. То есть нету вот этой самой терпимости, готовности встретиться с другим человеком, как с другим. С другой стороны, вот если говорить о том, признаком распада этого единения, что является, на мой взгляд, появление слова «меряне». Потому что, если обратиться к греческой терминологии, «меряне» — космики, или их еще иногда называли биотики, то есть жительствующие, то есть те, которые из мира. Какие же они «меряне», какие же они из мира, когда они тоже церковь? Раньше для них употреблялся термин «лайки». Лайки — это те, которые, в общем, живые участники, или то, что апостол Петр называл «царским священством», которым являются все христиане. Мы в какой-то момент утратили или перевоспитали, переформатировали сознание людей, заходящих в храм, что ответственность можно не нести, что решений можно не принимать, что в богослужении можно не участвовать. Батюшка, вот батюшка совершает службу, а не церковное собрание. Я не царское священство, я мирянин, я космик, я из мира. Вот, я так вот просто со стороны сюда зашел и пришел. И самое обидное, что и священники эту вещь тоже транслируют. Причем делают это не специально, безусловно, в большинстве своем. Вот, но очень часто делая акцент именно на том, что вы, миряне, вы должны быть послушны. Послушание в церкви превыше поста и молитвы. Вот, и, то есть, ваша задача — стоять, слушать, внимать, идти и исполнять. Вот, и вот, мне кажется, это то, чего ждет современный мир от церкви, что определенным образом произойдет, ну, определенная перемена ума, да, произойдет покаяние внутри церкви, то есть мы поменяем в первую очередь расстановку сил. Христос нас всех, как мы говорили в прошлый раз, соединил в единый сноб. Он всем нам дает одинаковые дары, благодатные дары во время крещения. И царским священством, по сути дела, мы становимся именно в момент нашего крещения. Недаром, собственно, у нас давно забытая практика уже, например, существовала в апостольские времена и в раннехристианские времена. Практика, например, самопричащение. Вот, когда была практика крещения мирским чином, это считалось крещением, то есть никто не говорил о том, что это не таинство. Ну вот, к сожалению, вот именно на этой, на таком многоточии нам сегодня придется расстаться, проститься. Дорогие братья и сестры, я бы очень хотел, чтобы вы сегодня услышали главное послание этой беседы, этой встречи, что вы, царское священство, помните об этом достоинстве, которое вам было даровано самим Господом Богом. И в церкви решает не все, и далеко не всегда, только патриарх, или священник, или митрополит, вы живая сила, благословленная Богом. Храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин